всем привет друзья добро пожаловать на мой новый влог в этот раз мы поехали с моей подругой сунитхи в миттенвальд мы решили повандрить по горам идея возникла у сунитхи она мне предложила сказала рушона я очень люблю лазить по горам не хочешь присоединиться я сказала с удовольствием и как-то так у нас сложился влог приятного просмотра ехали мы два часа от мюнхена на региональцу гиду гармеша потом пересели в автобус ехали 30 минут походили немного пешком в миттенвальд и поднялись с помощью канатки на высоту 2200 метров ну а дальше посмотрите наши приключения ребята мы сейчас идем вон в ту гору мы будем туда залезать и выглядит вообще очень красиво все здесь всякие такие дома немецкие все спокойно тут вот чечет речка смотрите просто где я тут все эти красивые немецкие дома мы сейчас идем покупать аустрюстунг я не знаю как это называется но мы идем типа в город чтобы купить себе шлем чтобы голова не разбилась перчатки чтобы потому что мы будем держать эти штуки я вообще изначально думал что мы просто знаете пойдем погуляем по горам и все а тут мы будем конкретно лазить по ним я могу ставить отрывок видео которое сунитхи мне показала я была в шоке во-первых у меня страх высоты я очень сильно боюсь высоты купим билеты билеты стоят 40 евро но ради тех видов сунитхи сказала что этого стоит сказала что после завтра я заработаю эти деньги на работе поэтому все нормально они очень жарко соответственно я стояла свою верхнюю одежду город гармеш как вы видите он почти как кукольный домик везде какие-то кукольные домики мы решили что мы будем залежать на гору без всяких стресс безопасности потому что мы их не можем найти все магазины закрыты сунити это делать не в первый раз то есть она это этим уже занималась на я получается делаю это впервые я надеюсь я просто не выпаду с горы просто запомните эти мои слова мы сейчас ждем пока приедет наш как сказать выхать пизис тэнк фа цойк бербан короче я забыла как это называется на русском даже должен приехать короче такая такой вагон который отнесет нас в гору вот такая вот карточка это для того чтобы доехать туда и обратно я заплатила за это 40 евро еще я взяла хариба и это стоило 41 евро с половиной и мы будем залезать в те горы без средства безопасности мы на высоте это 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 Холодно! Не, ядно. Холодно. Ангел! Беспита! Мама, мама, я надеюсь. Волон, что было? А мне холодно, я надеюсь. Каждый. Интересно, прикиньте, я в шоке! Заранее извиняюсь за противную сумму, я просто хотела показать, насколько сильный был ветер. Хотела рассказать, что в этих горах дышать было просто невозможно. У меня постоянно болели уши из-за высокого давления. У меня постоянно был насморк. Мне приходилось снимать видео и каждую секунду делать, потому что, я не знаю, резкая смена климата. Внизу было тепло, я сняла свою куртку и наверху резко холодно. Холодно до такой степени, что мне в куртке было холодно. Лично у меня была проблема с дыханием, потому что мне было очень сложно дышать, потому что очень сильный ветер и мне порой нужно было делать паузу и набирало воздух. То есть я останавливалась такая и шла дальше, скажем так. У Сунитхи с этим проблем не было, но я не знаю. Проблем со здоровьем нет, у меня астмы нет, но вот такое вот произошло. У меня такая вот маленькая дорожка. То есть есть большая вероятность того, что я либо поскользнусь, либо я упаду. Сунитхи там где-то отстает. Так, друзья, мы поднялись наверх. Через эту штуку мы будем держаться и подниматься наверх. Здесь вот такая вот пещера. На вот такой вот высоте мы находимся. То есть если мы отсюда упадем, нам хана. Я здесь ту? Я. Тут вот вода какая-то течет, какая-то порода. Но мы собираемся идти на самую вершину горы. Самая вершина, которая может быть. Мы тупые. Тут в целом вообще нет лестниц. Мы идем просто полагаясь на что-то. У нас есть вот такие вот штуки. Мы за ними очень крепко держимся. Вот. Не знаю, на камере кажется, что это близко. Но на самом деле, на самом деле, это вот так. Ну, типа, это очень далеко. Блин, с ночи суньки уже почти сверху. Надо догнать. А я тут стою, отдыхаю. Может, конечно, на горах я нахожусь. Вот тут вот. Чуть-чуть. На наверху. На самой высоте горы. На самой высоте горы. На скидке. На самой высотой точке. Ну, мы на высоте 2244 метра. Это одна четвертая часть. Дюймово. Ну, вы видите, насколько высоко и холодно. То есть, вы любите вандерить, то берите всегда с собой шлем, перчатки, все, что нужно. Правильную обувь. Потому что сейчас произошло нечто, из-за чего я очень сильно испугалась. Я почти упала с горы. Ну, то есть, я потеряла равновесие. Я, получается, ушла в сторону обрыва. Но меня спасли вот эти штуки, за которые я держалась. То есть, я по факту висела в воздухе и висела на этой штуке. Слава Богу, каким-то образом я через камни смогла это сделать. Я сейчас внизу. Суню вообще вон там, наверху. Поэтому, пожалуйста, будьте осторожны. Мне стало само очень страшно. У меня сейчас трясутся колени, потому что я осознаю, что я могла умереть. Это ужасно. Ну, что вам сказать под конец, друзья. Это того стоило. За 40 евро эти все эмоции, которые я испытала там, это было просто превосходно. Единственное, мне не понравилась кафешка там, в которую мы пошли после этой горы, после этой вершины. Мы спустились, где канатка. В общем, она ездит, оказывается, каждые полчаса. Мы решили покушать. Еда была просто отвратительная. Это раз. Мне зарекомендовали какую-то очень вкусную пасту с каким-то очень дорогим мясом. А нифига это вкусно не было. Я его еле съела. Она была очень жирная. Кафешка мне оставила очень неприятные ощущения, неприятные эмоции. Но вид оттуда. Там были панорамные окна. Это было просто превосходно. У меня тут даже есть фотка, где мы с Сунитхи увидели внутри этой кафешки место, где есть, как сказать, замороженные, не замороженные, просто овощи. Я хочу кушать. Животные. Я даже с ними сфоткалась. Поэтому, друзья, Миттенвальд советую, пожалуйста, сходите. Бавария, горы, самое то. Поэтому всем до следующего видео. Надеюсь, вам видео понравилось. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok